The Final Showdown Итак, сегодня мы смотрим, досматриваем сражение Мехдис Бойс против команды Тайронтов Ну там осталось два матча, я не уверен, что они будут очень долгими После чего мы переходим к сражению Надис Бойс против команды Сида Вот там вот уже и начнется самый экшен, когда уже народ постепенно к нам подтянется Я думаю больше уже будет на стриме и тогда уже мы их начнем смотреть Ну а пока что давайте поехали непосредственно к первому матчу Let's go Ну и естественно всем еще раз доброго утра Итак, первая игра У нас, точнее стоп, это третья игра Прошу прощения, перепутал Это снова Арабия, выбирали у нас Тайронт, это их карта И давайте сейчас я проверю, насколько все хорошо выглядит И мы тогда уже непосредственно стартанем Да, вроде как все в порядке Отлично, let's go Итак, давайте посмотрим, как у нас расположились игроки На востоке у нас Тайронты, на западе, соответственно, игроки Мехдис Бойс На севере находится Тайронт Слам У него в покете расположился оранжевый игрок Тайронт, да, вот надеюсь, в этот раз он руинить так же не будет, как и в прошлой Которую проиграли, кстати говоря, Тайронты Далее, китаец Фаер Находится здесь И, наконец, на этом фланге у нас Майя Вайпер Так, стратежный луж, надо ставить быстрый док Вот, быстрый док, кстати говоря, ты прав, можно устроить Тут много стратежных луж Луж это самый неприятный тип карты Арабия Здесь много озер, которые портят лес Которые довольно сложно становится добывать Хотя вот, на самом деле, Каос Тувину повезло У него есть хороший тыловой лес Там же находится и золото И там же находятся еще и ягоды То есть здесь вообще у него шикарная позиция Кстати говоря, он играет у нас за Майю А в покете у него находится Ависси Ависси же играет уже за Монгола Ну что же, неплохо, неплохо Далее у него тут, кстати говоря, ягоды Так вот попортили частичный лес Вообще у него поблизости нормального леса нет Вот у него действительно проблемы Придется идти либо куда-то сюда, либо куда-то вот сюда ставить лесопилку Что, в принципе, вполне возможно Я буду скаутов пишет Да, вот из покета похоже Он там не за Майю случаем играет? Да нет За Гуна Ну ладно, я уже думал, он решил за Майю сделать скаутов Далее А вот, кстати говоря, и Гун еще один Это Елюр Играет он на противоположном фланге в покете Вот так вот как-то путано объясняют Так, следите, кстати говоря, за чатом Он довольно интересный опять Монголы Монгол слам находится на этом фланге Стоп А, не-не, все верно На этом фланге Елюр у нас как раз-таки фланговый игрок Что ж, ну давайте посмотрим, как у нас что случится Тогда, получается, я кого-то пропустил Такое ощущение, что... А, да, Chaos to win это покет А вот как раз-таки Желтый игрок Тимотиус Это перс Кстати говоря, я тут посмотрел На рейтинги Тимотиуса и Вайпера В ТГ-сражениях Знаете что? У них разница всего лишь в 3 пункта У Вайпера 1983 рейтинг ТГ-шный А у Тимотиуса 1980 Так что он действительно очень хорошо отыгрывает ТГ И это стоит взять на заметку По крайней мере Тайронтам-то уж точно Ну и нам, тем более Подводится между тем первый кабанчик У нас здесь тоже, кстати говоря, ужасная карта Вообще надо с такой картой брать Рия Посмотрите, где тут лес? Какой тут лес? Нет, никакого леса Приходится идти хрен знает куда За лесом, куда-то в тылы Естественно, очень сложно будет защищать Поставленную там лесопилку Естественно, она будет подвержена всяким рейдам Врывам и рашам И к тому же будут дольше крестьяне идти туда Подводится, кстати говоря, еще и две овечки Похожие от Кеоса для своего союзника Но это уже, я так понимаю, он дополнительным бонусом их отправляет Потому что тут явно дефицита в овцах не испытывает Тимотиус Не знаю, с чем связана такая щедрость от Березова Кстати говоря, у нас тут еще и много овечек Ой, оленей Можно туда было поставить мельницу Возможно, кстати говоря, ее мы и увидим Более того, у нас здесь леймится-таки кабан У вайпера У вайпера залеймили кабана? Приветствую, Регрет, доброго утра Так, слам был верен традициям Слам, ну, не знаю В принципе, он феодал на втором части, кажется, ополся Так что вроде как неплохо пока что держится Так вот У вайпера уперли кабана, друзья Эх, стареет Стареет викинг Да уж В итоге играет он на одном кабе Но ему на пофиг И на пофиг идет на оленей Так Стиленми А да, вот у нас упер кабана у фаера Да уж, да уж Да, да Он берет и тащит кабана у фаера Окей, окей Похоже Похоже, вот он-то как раз верен своим традициям На этом фланге в итоге два игрока и живут на двух кабанах Ну, shit happens, как говорится У вайпера, кстати говоря Ну, кстати говоря, неплохие лимиты То есть у нас овиси почему-то проседает Я не знаю из-за чего Кстати говоря, давайте проверим Такое ощущение, что он кого-то лишился уже Потерял Да, потерял крестьянина Подозреваю, что на кабане Ну и параллельно с этим Ему пришлось еще, похоже, лум делать Из-за чего он сейчас отстает Довольно прилично, надо сказать Как раз таки по популяции У слам был небольшой айдол уже Это мы тоже видим Или же это лум Нет, это айдол был Out of fire, what? У своего-то сказать Ну да, да, вот такие вот сербы они Аккуратнее Надо быть Так, к сламу тут в гости стучится Елюр Подходит крестьянка Елюру капут Да, он вынужден убегать Потому что крестьянка нанесла Критическую ту массу урон Которая выводит по урону Вперед слама Ну что же, приходится убегать Или искать горку Ой, бежит прямо в угол Интересно, понимает у нас Елюр? Да, он прекрасно понимает Ты, похоже, пропустил Вчерашний Black Forest Там очень многое объяснялось И очень многое разъяснялось Далее ставится у нас Казарма Тимотиусом На форварде У него, кстати говоря На форварде же находится золото Что, естественно, для него Не очень хорошо Но я думаю, что он Попробует его как-нибудь защитить Тайрон, ты такой милый Дружелюбный клан Да, у них там царит Атмосфера дружелюбия И взаимопомощи Причем очень такая Ощутимая Засеивает уже и ферму Вайпер У него тоже, кстати говоря С лесом все не очень И золото на форварде, кстати говоря Ну, правда, только дополнитель Основное Дополнитель, наоборот Находится где-то по флангам То есть его может защищать А вот лес Один и тот тыловой На форварде, правда, есть Два леса Но вряд ли он туда пойдет Слишком уж близко к врагу Вот, смотрите, считайте Вот этот лес А вот здесь вражеский таун-центр Вчерашний пропустил Спал Ты один Ооо А че это ты не спал ночью? Ну? Отдыхал, что ли? Отмечал закрытие Или может быть А, не знаю У меня единственное Только это приходит на ум Итак Файер переходит в Феодал Вообще так же, как и многие другие Елюр с Даутом уже Уже гораздо ближе к Феодалу А Тимотиус уже в нем И готовится, похоже Бить Вайпера Вот если бы пошел Траш на Вайпера То он бы опять умер наверняка Потому что Ну что тут можно сделать Против Траша Если ты играешь, блин В Дарковой эпохе И плюс к этому Что у тебя там с Камбином? Ну, в принципе, Вайпера есть Камень То есть он смог бы отбиться, я думаю Тем не менее Выходит на золото Довольно активно Выходит на двух Сразу Две пачки оленей Ставит две мельницы То есть Наплевав на все кибелы Три мельницы он ставит Ох, ё Завай, закрывать мне Мне, к счастью, ничего не надо А, ну, сочувствую тогда Погулял бы Вчера была такая прекрасная погода В Москве Ммм Просто Просто лепота Особенно Вот Уже ночью Эх, гром, молнии Ливень Не прекращающийся Очень хорошо бы успокоило нервы Так, падает у нас Один скаут Второй скаут Не, ну серьезно Убивай уже этого орла Отлично Майпер решается Воин орла Играет он, кстати говоря За майю Так что Ждем от него луков Если он, конечно Не придумает что-нибудь Особенное Для своего оппонента Далее Гун Елюр Находится с этой стороны И готовится Готовится защищаться От скаут раша И сам свой скаут раш Тоже подготавливает У него на данный момент Три военных юнита Касательно слама То у него пока что Один А, нет, четыре Четыре Я переплыл с фаером Прошу прощения Так что Он пока что Чуть-чуть впереди Да, вот у нас Боевые скауты Уже готовятся Через Кап вышел В три мельницы Чего бы и нет Ну да, логично Вполне логично Но у него дерева хватает Как ни странно Пока что Они появляются у нас здесь Кстати говоря Вражьи скауты Пока что, правда В количестве двух штук всего Но начинают уже подбивать Почему-то ягоды Вот ягоды По факту Это один из самых Ненужных ресурсов Да, он дает Неплохой буст По еде Но все-таки Мне кажется Что дерево Всегда важнее В феодальной эпохе И в первую очередь Надо пытаться его отбить Что, собственно говоря Я надеюсь И продемонстрирует Очень скоро У нас Тиматиус Так Начинается сражение На На дереве Выребивает его Пытается прибить По крайней мере вайпер Но Нет Не удается Он вообще Кстати говоря Стеночки сейчас Не ставит Делается кузница И теперь он Заволил Не, все-таки Заволил На золоте Ребят И возможно Скоро мы увидим Пику В защиту В пику В пику Так сказать Дилер пока же Защищается Скаутов Делает у нас И даут И у него Кстати говоря Их аж 6 штук И бежит он Кстати говоря Не к кому-нибудь А непосредственно К ависе На базу Он уже Во всю Переходит в замковую эпоху Так же Как и каос Заметьте Что у нас Файер апается Быстрее в замковую эпоху Чем даут Несмотря на то Что даут У нас Упер Одного кабана Судя по всему Сказывается то Что он Понадел Скаутов Вместо того Чтобы переходить И делать ФК Ну что же Очень многое Будет зависеть От ависе Чтобы он Помог Так сказать Своему Тиммейту Или помог Себе Хотя бы Защититься От этого Дража Что тоже Естественно Будет очень важно Далее Здесь у нас Продолжаются Сражения На территорию Вайпера Пики уже сделаны Спокойно Преспокойно Вайпер здесь Отбивается До сих пор Потерял Только лишь Одного юнита И тот Воин Орел Так что Экономику Он пока что Удерживает Очень даже В живом Состоянии И в итоге У нас Эти Разведчики Врываются К Файеру На базу Предусмотрительно Файер уже заворил Кстати говоря Свой рудник И сейчас Ему Задерживают Конюшню Ну что же В принципе Небольшая трагедия Я думаю Он быстро И восстановит Но крестьянку Может потерять На ровном месте Считайте Да Минус крестьянка Так И вот Начинается Продолжаются Сражения Начинается Вилвар тут И выходит Пика Самое забавное То что у нас Полностью Проигрывают Здесь скауты Но забирают Двух юнитов Далее Активно добывается Камень Вайпера Он явно Будет ставить Замок На севере У нас По прежнему Бегают Скаут Раши Твою ж Мать Твою ж Мать Тут уже И седло У Даута Есть У него Здоровенная Пачка Так же Как у Слама Они вдвоем Выходят В масс Скаутов На этом Северном Фланге И давят Несчастную И явно Офигевающую От происходящего Елюра Который Кстати Говорят Даже Ресурсы Не закрыл Доброго утра Корн Да уже Не в первый раз Уже раз Третий Наверное За последние Три дня Так что Ничего удивительного Подходит Верблюда Атависи Вот посмотрим Насколько Крутые Окажутся Вербы Потому что Пока что Они раздают Довольно Смертельно Все Но их Слишком мало Не забываем Об этом Все таки И придется Наверное Что то делать Так Елюру Похоже Сейчас спалят Кристиан Нет Не спалили Ему повезло Здесь пихи Тоже воюют У нас Очень много Елюр Потерял Он убил Три Потерял Двенадцать Юнитов Даут Убил Уже Восемь Слам Убил Пять Потерял Два Слушайте Но это Они уже Громят Они уже Громят Своих Оппонентов По крайней мере На северном фланге Даже Феодалии Рыцари Между тем Идут От Фаера И идут Они В принципе На Тимотиус Я так понимаю Касательно Каоса То он нас играет В замков эпохи И начинает Уже вовсю добавлять Пламсов Посмотрим Как они будут Отыгрывать Это тоже Довольно важно Так Фас Фарвуд Далекое дерево Пишет У нас Варьер А Ой Варьер Вайпер Опять их путаю Да Действительно Дерево очень далек Его легко Будет пробить Итак Ну и Смотрим Что у нас Здесь происходит Ага Встали пока что Здесь скауты встали Здесь у нас продолжают воевать Ну что же Елюр у нас далеко отброшен Уже назад Он конечно пытается Выходить в луков Но при наличии Такого количества скаутов Я не уверен Что это оправдано То есть возможно Стоило уже заранее Позаботиться о выходе В коней И выходить именно в них Потому что ЦА могут Ну запинать просто Рыцарями Очень быстро Продолжают воевать пихи Забирают Кстати говоря Сразу двух Трех скаутов Ооо Вот это Вот это был серьезный Замес И кстати говоря Его выигрывает Уже в ноль Здесь Елю Разбирает практически Всех скаутов Врага Ну а тут Врываются у нас Скауты слама Которые тоже имеют И седло И первую броню И теперь Начинают бить уже Ребят на золоте Выходят правда Луки Но их слишком мало Зря он их вывел Очень зря Их сейчас просто-напросто Разметает Разметать может игрок Кто-таки Мегдисблэйс Вот Так же как и всех Ее участников Но может быть Они хотят себя показать Какой-то с лучшей Стороны Кто знает Отправляет пламс У нас вайпер Не знаю уж куда На юге между тем У нас воюют Во всю рыцарь И кстати говоря Довольно успешно Добавляются у нас и пламсы От вайпера И кстати говоря Ставится им же еще и ратуша На севере Верблюды пытаются Контр-атаковать Но их всего трое И тут тем более Появляются пики Так что я думаю Что верблюды здесь Долго не проживут Все-таки один уже умирает Отжать карту у таррентов Уже победа Да Да Вот и я о том же Вот и я о том же Но они там Очень неплохо Так постарались И тарренты тоже Чтобы отдать эту карту Справедливости ради Замечу Но тем не менее Они взяли карту Это уже молодцы Это уже заставляет Присмотреться к этому плану И увидеть Что у них есть Воля к победе И стремление Воевать А вот Удастся ли им Пробиться на второе место В своей группе И выйти дальше Это мы посмотрим Как говорится еще Итак Здесь между тем Пламсы Пламсы вайпера Продолжают Копиться Подходит на подкрепление Chaos to win А здесь все больше И больше скаутов Даже в замки Не переходит игрок И верблюды Похоже Не особо-то спасают Да Начинается Как я и говорил Сражение против лучников И лучники здесь На самом деле Оказываются Довольно-таки Неэффективным юнитом Страдают Довольно активно Хотя Вроде пытаются Фокусить Хоть кого-нибудь Ставится между тем Башенка с этой стороны Отбивает часть золота Правда Ответную башенку Илюр все-таки Успел воздвигнуть Так что Это тоже У нас Довольно-таки Любопытно Все складывается Да Пробивается Действительно Часть Христиан Приходит Приходить На новую территорию Леон Привет Или Лайн Не Леон Скорее Добро пожаловать На канал Далее Идут в атаку Скаут Ислама Уже снова на лес Который по-прежнему У Елюра Не прикрыт Не поймал Елюр Своего оппонента Кстати говоря Так дерзко Стоит без всяких пик У него появляется Кстати говоря Уже замковая эпоха И здесь он продолжает воевать Плампсы с горки Вайпера Начинают атаковать И кстати говоря Даже вроде как У них что-то получается У них есть преимущество Катсура Мэн Привет Добро пожаловать Тебе Итак Ну и далее Вайпер у нас Здесь продолжает Воевать Хотя нет Отступает он Он у нас решает Уступить Здесь все крестьяне Которые были Умерли 27 популяций У Елюра Все действительно плохо Хотя он замковой эпохи Но его убивают Скаутами Его просто Убивают Скаутами Что естественно Очень и очень Печально И приходит Новая пачка По идее У нас Фаер скоро Будет уже Переходить В следующую Коху А Даут Уже в замках И шлет Рыцарей Вот о чем я говорил Что бессмысленны Эти стрельбищи То есть противник И так делает Тапы на рыцаря И естественно Они будут выходить В конных юнитов Нужно было делать Достойный ответ Этому И делать контр-мувы То есть Во-первых Я думаю Что А вот здесь У нас уже Даут Во всю бегает Имеет последнюю броню И вырезает Постепенно экономик Лависи Что мы к сожалению Проглядели Из-за того Что даут Чертов оранжевый И мы его Практически не видно На карте Ну что же В принципе да Он уже во всю Воюет Здесь у него Армейская статистика 23 юн Тут слама 28 Для сравнения У Ависи 3 У Елюра У нас 14 То есть Вообще Армии на этом фланге Считайте что нет Здесь ситуация Чуть более ровная Хотя есть Очень плохая Здесь горка Которая К сожалению Заставляет у нас Тимуровца Тиму Тимофиуса Блин Ну это выглядит Как Тимуровец У него никнейм В общем Тимофиус И его союзников Страдать Потому что С этой горки Очень удобно Может Вайпер Например Расстреливать Своего оппонента Хамелеон Доброе утро тебе Привет Между тем Здесь тоже Идет наступление Уже на вайпера Ну а на севере У нас похоже Сейчас будут добивать Несчастного Юлюра Бьют ему Кстати говоря Очень активно Здесь всех арбалетов Вырезают Далее тут умирает Похоже Крестьянка Полностью Ну и Здесь на севере Скауты Против крестьян И вырезают Новых и новых юнитов Сгоняется целый лес Экономика Фактически У Ависи Умирает Потому что забегает Новый рейд И здесь Очень удачно Конями Похоже Удалось Всех задавить Да Минус Еще несколько крестьян На севере И далее У нас Решает Отступить Каос Но его Преследует Уже Фаер Приходит Он Так сказать Сюда На помощь Вайперу Но Кстати говоря Вайпер Вайпер Сейчас поможет Я надеюсь Все таки Потом Как так Отошел Непонятно Сначала Было Не Все таки Помогает У Тимотиуса Нет пока что Седла А у Фаера Нет пока что Первой брони Хотя Седло Мне кажется Тут важнее И круче Продолжается Атака Скаутов Если скаутами Еще Таунцентр Начнет Сноситься То Это Совсем Весело Будет Это Будет Совсем Уже Круто Еще Пачка Скаутов Бегает Ну Невероятно Минус Еще Одна Пачка Итак Здесь У нас Умирают Все Кони Которые Были Причем С обоих Сторон Практически Правда Все таки Больше Юнитов Умерло На мой Взгляд У Тимотиуса У него там Как-то Совсем Все печально Стало Далее На севере У нас Большая Пачка В 31 По идее Скаут Что естественно Очень и Очень Круто Итак Падает У нас Между тем Здесь Ратуша И с этой Стороны У нас Кстати говоря Возможно Что-то Подобное Случится А Ну Уже Пишется GG Да Сдается Команда Давайте Сейчас Сдастся Последним Каос Посмотрим Достижение Хотя На самом деле Игра Была Очень Быстрая И Сомневаюсь Что Чего-то Действительно Игроки Сумели Достичь Солидного И Мощного Давайте Глянем Счет У нас Естественно Меняется На 2-1 Армейская Статистика 79 Унитов Убита Даутом Далее У нас Елюр Потерял 65 Ну да Его там Били Конечно Жесть Как Вот зря Он вышел в луке Так Может Еще Пожили Пища Добыта У нас Больше всего Фаером Ну да Он там Добыл Хотя Нет Стоп Фаером Вроде Там Не особо Много Добывал А Больше всего Потерял У нас Ну да Илюр Точно Смотрим Смотрим Дальше Золото Добытым 4300 У нас Даутом Ну Навоевал Навоевал Насобирал Кеос Там по-моему Второй замок Уже был готов Поставить Технологическая Статистика Карта Услама Больше Исследована Но это так Мелочи Крестьян Почти сотню Наспамил Кеос То есть Он там Действительно Бумев Разбивался И наконец График Времени У него Действительно Самая большая Популяция Была под Трансляция Продолжение следует Ну Хаос Хаос Какая разница Всем привет Кто еще раз Кто еще К нам Только-только Присоединяется Давайте Продолжим Последняя игра Данной встречи У нас сейчас После чего Будем уже смотреть За играми Команды Натис Бойс Итак Четвертая игра Let's go Он Тимус Жеди Жеди Называл И ничего Ухареза Потом перестал Ну вот Ну Зе Потому что Это так Артикль Зачем нам Артикль Правильно Это Зе Джедаи Ну вообще Джедаи Называли По факту Так что Здесь Никаких Проблем Итак Поехали Смотрим, что у нас Тут находится Ооо, это Балтика, кажется, да? Это нет, не то выбрал Давайте посмотрим Это у нас ЦМ Мопак Скандинавия Ага, ну что же Много-много оленей, насколько я помню Здесь на этой карте Хотя нет, кабанов тоже дофига Кабанов дофига есть, кстати говоря И замерзшие озер, да не в артикле дело Ну, хамелеон, как хочешь Как хочешь У меня с английским особо преимущества Скилла никакого нет, так что это не так уж и важно Да, водичка есть Но давайте посмотрим, как она расположилась Вообще она полностью под контролем С одной стороны команды Тайронтов, то есть здесь у нас находится В частности, Монгол Вайпер Далее в Покете у него находится Кто? Майя Файер Следующий игрок Гундаут Ооо, снова таскать, похоже, будет Снова будет таскать у противника Ресурсы Далее и, наконец, Викинг Слам Находится здесь Ну что же И они, естественно, будут полностью контролить воду С этой же стороны у нас команда Мехдис Бойс находится Викинг Ависи на этом фланге Далее у нас Монгол Хаос Ту Вин Окей, давайте Хаосом его называть Хаос Ту Вин Испанец Тимотиус на этом направлении И, наконец, здесь у нас Майя Елюр Так, я давно забил И против ЖД уже Спасибо большое, Хамелеон Ах, так, ладно Давайте посмотрим Как у нас тут вообще по карте дела обстоят Ну, олени действительно в больших пачках В лесах прячутся Большими пачками Вот, действительно Партизаны, ё-моё И далее смотрим Здесь у нас тоже олени Действительно, на этой карте Олени это важно Но очень не повезло На самом деле Ещё с картой снова Команде Мягкий Бой Смайл Для того, что стайерна переиграют Так ещё и карта Не очень Вы посмотрите Какое здоровенное озеро Ледовое здесь появилось И никаких заболов Не получится поставить У нас здесь Ависи Более того, у него и лес Ещё далеко появился теперь Более того, у него где ягода Ягод тут, кажется, нету, да? Да, на этой карте, кажется, нету ягод Поэтому придётся искать оленей Но олени, в принципе, есть поблизости То есть их, я думаю, он сможет обнаружить Смотрим теперь, как у нас по цветам Всё, в Скандинавии ягод нет же Да, нету Да, нет, нету Ягодки отсутствуют Так что придётся Довольствоваться только оленями И только кабанами Увы и ах Ай-яй-яй-яй-яй-яй Даут, даут Даут пытался утащить двух кабанов И, по-моему, его за это сейчас Карма-то накажет Карма накажет Один лишь удар, может Делать надо просто застопить вражеского Вражеского скаута И всё Ну как, союзного скаута Даут, даут, где ты был Даут, даут, как ты мог Да, лишился он у нас теперь скаута Придётся ему как-то самому бегать Так, постепенно выходят игроки и на воду Естественно, она нужна, потому что тут куча рыбы Её, естественно, будет выгодно подъедать И нужно будет подъедать Между тем, на этом фланге у нас находится Майя Елюр Здесь в Покете расположился Испанец Тимотиус Здесь Монгол Хаос Тувин И, наконец, тут на юге Викинг Авис Если я вдруг об этом не говорил Что ж, далее смотрим Тут только-только добавляются доки Ну, в принципе, по-моему, это примерно одновременно будет сделано Потому что ни у кого ещё толком рыбалки нету Поэтому вполне тут всё ожидаемо Да, вот, естественно, остаётся на последнем месте По очкам Из-за того, что не хватает у него разведки Тут на него, кстати говоря, есть и олени И кабанчика Я думаю, он сможет их спокойно подогнать Но он подгоняет пока что другого Тоже, кстати говоря, хорошее решение Да, да, 4 на 4 же сражение Правда, от Напса у нас играли 3 на 3, к сожалению То есть там у нас ничего такого не получится Так, далее Между тем, у нас здесь Падает кабанчик Ещё один Или нет? Нет, это первый, по-моему, только Ну, а тут у нас пока что Падает олень Тоже, которого старательно подводит фаер И уже, кстати говоря, далеко не первого Касательно вайпера Он закрывается И добавляет мельницу ещё К тому же, то есть будет выедать С мельницей этих оленей Решил с подводом кабанов Олени вообще не париться Хотя они, на самом деле, довольно близко К его базе Может даже было, наверное, без мельницы Их покушать По-моему, вполне-вполне Это возможно сделать Между тем, тут попытка завола И, кстати говоря, пострадает немножко крестьяне Но вполне выживет Хотя дальше там находится ещё двойка волков Так что, вот если туда уже пойдёт крестьяне И сагрится А, вот, кстати говоря, и появляется у нас здесь У нас здесь волчок Но он, кстати говоря, довольно быстро умрёт Хотя и побил немножко креста Ну и последний там вряд ли сагрится Я сомневаюсь очень в этом Далее Здесь у нас выход О-о-о-о Хаос, хаос Как ты мог Хаос, хаос Он потерял двух крестьян на команде Двух Вот это да Без лума пошёл И лишился двух крестов Ну и что-то он нафейлил, на самом деле Очень сильно Потому что это действительно проблема Теперь для него станет У него отставание довольно сильное По крестьянам от остальных Ну вот примерно на два юнита Как раз-таки те самые Ну или ещё, если чей-то он и лум не делал То вообще на три, по идее То есть совсем всё печально Ну ладно, придётся как-то выкручиваться Ставятся всё-таки мельницы здесь хаосом Надо только доконтролировать Чтобы эти крестьяне не гуляли вот так вот За три-девять земель Здесь делается завол от слама Он, похоже, не хочет, чтобы его трашили Или ещё какие-то атаки были Минус, кстати говоря, здесь крестьянин Умудряется подрезать его здесь елюр Но боюсь, что скаута он уже не спасёт Хотя нет, он решает не бежать за ним слам А ведь мог бы, мог бы Медленный слишком у нас воин орёл Можно было бы добежать практически до его базы И здесь уже было бы получено отстать Тем более, что учитывая те зигзаги Которые пришлось бы нарезать елюру То он очень долго бы шёл до базы А он теперь идёт обратно И, кстати говоря, зря Слам идёт в погоню Запоздало, но идёт всё-таки Да Вот и приняли елюра Ах, начинается переход от елюра Как раз-таки в феодальную эпоху У нас пока что все в Даркве Так что он будет феодалить самым-самым первым И, кстати говоря, что он задумал? Ну, у него ап с популяцией виллов 26 Вообще, кстати говоря, у нас очень неспешные игроки Переходят в следующую эпоху То есть у нас вот Ависи, например Тоже на 12-й минуте Да, вот тоже Возможно, игроки хотят в замковой эпохе повоевать Или же в мощных феодалах Но вообще Ависи, скорее всего, тут пробьют довольно больно То есть тут у него просто нет возможности Как-то нормально заводиться Потому что, смотрите Вот здесь вот такой полуостров А дальше вода, вода, вода Вот это вот всё озеро Которое, естественно, нельзя никак будет застроить То есть на льду нельзя строить Напоминаю Стеночки и прочие всякие вещи Так что здесь на самом деле Всё может быть довольно проблематично Добывается золото, между тем Викинг, судя по всему, будет идти в луков И давайте посмотрим Что же у нас делает Вайпер Добавляет пока что казарму А, золото он добывает? Да, активно довольно ест золото Я подозреваю, что он всё-таки за монгола пойдёт в луков Так же, как наверняка и в ислам Потому что он тоже выедает золото Никто, интересно, синий кидок никакой не поставил? Да нет, я вот не вижу Чтобы были какие-то доки, которые будут выбивать рыбалку А рыбалка у нас тут довольно обширная Заметьте, кстати говоря, что даже рыбалка у нас Ну, у тайронтов у рыбалка посильнее То есть 13 юнитов у даута 5, 7 и 9 у остальных Здесь же у нас 0, 6, 7, 10 То есть не так уж много Не так уж много, как, возможно, кому-то и хотелось Переход феодал от Елюра Прячется в снегах Империя Майи И пока что не ясно, что он будет делать дальше То есть да, всё-таки добавляется кузница А второе здание, второе здание рынок Камень он довольно Ну, выедает тремя крестьян Не сказал бы, что довольно активно Но это значит, что он будет играть опять же через пламсов Здесь у нас продолжаются заволы Хотя смысл в этих заволах, если тут такая противная вещь есть Как вот эта вот, блин, дыра Которую никак не закрыть Нужно здесь просто ставить тогда пачку юнитов И там действительно её контролировать, эту дырку Потому что тимвол-то уже практически оформлен у команды Но вот дальше этого почему-то не пошло ничего Далее здесь у нас тоже, кстати говоря А, здесь у нас тоже тимвол, смотрите У нас тут такой длинный узкий лес, чуть ли не на четверть карты Благодаря которому можно спокойно сделать этот самый завол Практически не прилагая усилий Приветствую, Тихомира Хаос в Феодалах будет с большим отстыванием Может кто в средний пойдёт уже Ну, возможно, кстати говоря, потому что у Хаоса Да, действительно, уже в замковую эпоху по 4 игрока апается 4! 3 из них, кстати говоря, в Тайрондах Так что у нас здесь Хаос, ну, затормозил Он потерял 2 юнитов, даже, по-моему, 3 Где-то он ещё и скаут умудрился насливать У него действительно ситуация плачевная в этом плане Вот что значит нефиг было Кстати говоря, если он сейчас не отпомнится И не до контроля, то он потеряет ещё и третьего креста Смотрите Нет, успел, успел 5 хп всего лишь остаётся у этого христианина Но достраивает-таки он конюшню Здесь, в принципе, пробует Как-то через скаутов развиваться Не, ему нужен УФК Здесь никаких скаутов речи быть не может Он всё-таки достраивает ещё одну конюшню Да, всё логично пока что Здесь у нас пока что Воин Орёл воюет против скаута И, кстати говоря, проигрывает Делается, наконец, полностью за Волфаером То есть он здесь полностью себя обезопасил Умирает, правда, его Воин Орёл Так что это уже, на самом деле, минус Но что поделать Даут переходит в замку эпоху первей С некоторым отставанием от него на 14 секунд Идёт Вайпер На 30 секунд от Даута отстаёт у нас Елюр У него на 16.30 будет переход А ведь, казалось бы, все стартовали с одинаковых условий Вот что значит помелче, помелче А ошибки накапливаются Итак, здесь делается Стоунвол от Слама Неужели он будет слинговать? Очень похоже это на слинг со стороны То есть рынок есть, например, тот же самый А с другой стороны непонятно зачем Вот, ну это же Слам Он, он и слинговать Эх Может ему просто лень сейчас развиваться Давайте вот посмотрим Ну точно Нет, ни на кого Идёт слинг действительно на Вайпера На Монгола Вайпера Хм, идёт он играть с двух конюшен У него, по идее, уже должна быть первая броня и седло И вторая броня тоже заказана Да, действительно, это просто слинг на Вайпера Они решили побыстрее, похоже, добить Несчастных наших Мехдис Бойс Эх, особенно пользуясь вот этой вот дыркой Наверняка Наверняка они её видят Уже разведали тут всё Да вынюхивают И три пики, естественно, ничего не смогут здесь делать Итак, ставится ратуша Между тем Вот Файра То есть он развивается по экономике неплохо Касательно Елюра, который вроде как в замку эпоху первее всех апнулся Он ставит пока что замк Так что в сражениях будет участвовать пока что не очень скоро Ну а здесь появляются рыцари, сгоняют хаосы и без того уже довольно сильно страдавшегося Падают всё-таки в пики Две даже выжили ещё Но И это, кстати говоря, спасает крестьян А Висси между тем играет в две казармы То есть уже будет добавлять всё больше и больше пик Наказали его в прошлой игре Он решил в этот раз не допускать подобных ошибок Ставит у нас на золоте ратушу Хотя можно было поставить её одновременно и на лесе Но не знаю, это такое себе решение всё-таки Ставится у нас ратушей и хаосом, кстати говоря, тоже на севере А где же у нас Елюр? А где же у нас Тиматиос? Ну вот Испанис, как говоря, будет играть через Конков Так же, как и Елюр будет играть через Пламс То есть у нас будут два игрока выходить в уникальных юнитов Уже Анаграм Так Слинг же на Вайпера Что ты хочешь? Да, уже Анаграм У него уже и Конни фуллап практически Так что здесь он чувствует себя вполне-вполне норм Итак, подходит хаос с верблюдами То есть вайпер здесь, если честно, несколько ослабевает из-за этого Он, кстати говоря, единственный, кто пока воюет То есть остальные то ли бумят, то ли копят войска Вот я не вижу, кстати говоря, действительно армии у Даута, Слама и Фаера Вообще хоть какой-нибудь Слама у нас вообще увлёкся рыбалкой Посмотрите, сколько у него рыбы Рыба, 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 рыба Он даже ферму уже рыбной начал ставить Сюда же подходят Конкистадоры И далее добавляется у нас здесь на камень Куча крестьян, просто, похоже, будет защитить через замок Как-то пытаться сделать С мумилюков А тут они ещё и в снегах Тут нет мумилюков, это верблюда А это Конкистадоры Мумилюки выглядят с ребят, которые саблями кидаются Они так выглядят Так что не путай, Хамелеон Так, анагры Плюс к этому ещё и баллисты Так что наносятся уже какой-никакой на урон Падают все Конкистадоры И начинают умирать верблюды Умерла всего лишь парочка рысой, то есть здесь вайпер практически никого не потерял У него 19 к 9 соотношение по убийству в смертям Так что здесь он пока что чувствует себя как царь и бог на этом фланге А на севере у нас между тем вроде как пытаются плампсы найти слабую точку противника И кстати говоря, они таки находят место, где можно подрезать неплохо крестьян И минус 3 креста У нас даже лун не сделал сламп, за что и поплатился на самом деле уже первыми потерями Возможно это не единственные его будут потери Здесь в принципе тоже можно ворваться к фаеру А у фаера у нас пока что военных юнитов по-прежнему нет У него тут вообще даут поблизости Так что и к дауту тоже может быть врыв Который 1, 2, 3, 4, 5 таунцентров уже поставил Усильно бумит У него 73 крестьяна на 22 минуте То есть очень даже хорошо себя показывает в этом плане Более того у нас фаер тоже развивается, тоже бумит И развлекает общественность только фаер, только вайпер на этом направлении И кстати говоря, развлекает довольно эффективно Тут уже и тараны, тут уже и рысари и так далее и тому подобное То есть экономика у него очень и очень мощная Ну по крайней мере по количеству ресурсов Но по количеству апов и армии вообще все хорошо Итак, выходит у нас здесь даут на территории Возможно будет ставить замок, судя по тому, что я вижу у него добытый наполовину камень Так, плюс к этому еще и монахи ставятся Да уж, и тараны, и конверты Да вообще, блин, тут дофига всего Здесь все Тараны, конверты, монахи И все воюют Вайпер всем пишет, что у него magic Не знаю, что он имел в этом, имел в виду, но Тем не менее, прессинг у него удался Приветствую, спейсмит Ватсап, ватсап Так, подходит сюда, кстати говоря, пламп с елюром Начинает получать уже от скорбов по ржбану А где же у нас Тимотиос? Неужели просто бумит? Тимофей, похоже, а, но у него там были конки Он по-прежнему играет конкистадорами, похоже На севере продолжается прессинг Сносится у нас окончательно Здесь конюшни Далее мы видим, что Ватсап, ватсап Узбагойзе Узбагойзе Итак, рыцари, между тем, вайперы Здесь по-прежнему чувствуют себя прекрасно Более того, добавляется уже несколько верблюдов Которые, интересно, они перевербованы или не перевербованы? Какие у нас апы у этих верблюдов? Да, это, похоже, перевербованные вербы были И в итоге теперь у нас армия становится еще более крутой Многочисленные, напоминаю, что вайпер единственный из тайронтов Кто имеет у нас сейчас армию Остальные просто сидят и бумят Дальше мы видим Да, мы видим, что Вот с ватсап Вот что у нас случилось Нету больше конюшен у Каоса И в итоге он вынужден страдать, терпеть и молчать Но это же тайронты Это все-таки тайронты Итак, и тут, по-моему, уже без шанса Потому что и Даут, и Фаер спокойно переходят в МП А ведь это, между тем, самый интересный матч тайронтов На этом турнире пока что То есть они показывают себя очень даже хорошими игроками Несмотря на то, что у них там Вайпер даже не 2К в ТГ-сражениях Но все-таки Все-таки дуэльный опыт довольно хорошо Помогает в этом плане Так, у меня возникла тут внезапная мысль Хотя нет, как возникла, так и исчезла Ладно, возвращаемся Кремнию почему-то показалось, что вот этот вот Аллертис будет перекрывать сильно Спискапов Но сейчас проверил, вроде как, все в порядке Продолжаются делаться пламсы А, стоп, пламсы от Фаера О, он решил тоже повоевать Да, кстати говоря, и не вон один Да, он тоже активно добавляет коней И ставит их уже вовсю А, замки добавляет Да, он будет не коней Он будет делать Тарканов вновь Подставляется, между тем, Елюр Очень неудачно так подставляется У него выбиваются абсолютно все юниты практически То есть, ну, минус 3 Еще тут замок там уже ставится Еще несколько юнитов точно умрет Ну и та небольшая пачка, которая осталась Ну да, он там в 5 таун-центров бумил Так что на 28-й минуте у него вполне неплохое такое количество юнитов Так, добавляется замок, между тем И с этой стороны Ну а тут уже падают даже домики Вайпер тоже в МП Тимотиус Тоже таки намылился в имперскую эпоху Но коней у него особо-то и нету То есть, у него пока что нечего противопоставить своему оппоненту На юг, между тем, решает пойти вайпер И вырезы таки добить Ависи, который здесь страдает И будет страдать, похоже, сейчас еще сильнее Но он окружен, у него абсолютно некуда уходить Вот этот вот замерзший залив, который здесь так сильно мешается На самом деле, очень много проблем создает Нет, вайпер раздумал туда идти Почему-то его что-то остановило Возможно, жалость А возможно, просто-напросто желание уже побить Тимотиуса Который вот-вот перейдет в имперскую эпоху Добавляется у нас еще один замок с этой стороны Между тем, на севере у нас Плампсы, между тем, воюют Уже опять же В сторону Елюра Который здесь пытается пробиться К Сыгующему Сламу И Слам, кстати говоря Ну, может и не устоять Потому что тут его пробивают довольно-таки неплохо Он успел, конечно же, сделать револ Но вот еще один забол у него просто-напросто не по силам будет сделать Елюр ставит у нас замок Но ставит всего лишь одной крестьянкой За что и будет наказан Скоро у нас уже будут опытные плампсы Крестьяне, между тем, выходят из башенки Она благополучно падает Далее у нас здесь готовится врыв на На эти ворота И, похоже, дальше будет прессинг идти именно на них Подходят у нас, между тем, здесь плампсы Выходят... Не, не выходит пока что у нас Елюр Но скоро, по идее, должен как раз-таки пойти И ловить вот этих опытных уже Опытных плампсов Которые, кстати говоря, гораздо круче по апам Потому что у Елюра, на самом деле, ситуация похуже Вайпер уже апает дрель И идет, похоже, сейчас с таранами в атаку Очень скоро Ну и, по идее, последние тараны у него тоже должны быть заказаны Да, осадные тараны тоже есть То есть все, в принципе, классически Джентльменский набор апов и вперед в атаку Правда, нету пока что Мангудаев Хотя уже есть пара замков И даже достраивается еще один То есть Мангудаев Лишь вопрос времени, причем вопрос буквально Десяти минут, как они появятся Потому что все необходимые апы Практически мы видим, что делаются Вон и броня делается Вон и конскрипшн Вон у нас и баллистика Наверняка скоро будут апы на стрелу Вон вторая стрела пошла тут же Ну и далее По тексту С большими потерями Стоп, стоп, стоп Фаер проиграл здесь? Серьезно? Его же было в два раза меньше Я думал, это у нас бегут юниты Елюра Оставшиеся, а это, оказывается, фаер Выводит уцелевших юнитов Невероятно Сколько он там вообще потерял-то? И потерял ли он хоть кого? Всего в сумме он потерял пять юнитов А, ну ясно все Шикарно просто отвоевал Просто шикарно Продолжает воевать Готовясь к войне Тимотиус Но по-прежнему мы не видим У него толком Солидного количества юнитов Ага, появляется Таркан Который начинает сносить Окружающую территорию Снова да, вот выходит в этих юнитов У них хорошая броня от стрел Но при этом броня обычная Не такая уж и мощная Но зато они очень хорошо сносят здание Что сейчас, похоже, и хочет продемонстрировать нам Дау Давайте посмотрим, как у него это получится Вычиниваются у нас крестьяне Здесь у нас появляются пламсы По-прежнему бегают У них тоже неплохая броня То есть они пока что не сильно боятся Даже замка Ну а тут мы видим, что Даже не ваншотают у нас конки противника Хотя у них, в принципе, очень хорошее хп И, кстати говоря, опытных пламсов У нас опытные конки раздирают Все-таки замок полностью падает Ну да, это уже GG VP Здесь у нас осадные тараны уже идут в атаку При этом добавляются еще и Мангудая Падает замок Сгоняется золото И, друзья мои, ну пора Пора уже Понимаете? Пора Славно отвоевали Но все-таки замки просто в наглях сносятся Мне кажется, что тут нужно было идти На... Не, в пикини пошли не получилось Просто нужно было в других юнитах идти Или больше своих делать Во-первых, паладины, конечно же, тут нужны А не конкистадоры Потому что у нас стрелковые юниты, получается, идут от трех из четырех игроков А четвертый игрок не делает стрелковых юнитов Только потому, что его практически убили То есть здесь испанец должен был делать паладинов Потому что остальные игроки Это и Монгол, это и Майя, это и Викинг У них у всех стрелковые юниты уже априори есть И это априори их самые выгодные юниты Это стрелковые А он делает тоже конкистадоров непонятно зачем вообще То есть вот это вот, конечно же, фейл, на мой взгляд Который очень сильно ослабил позиции То есть если бы здесь были паладины То паладины мы помним В Блэк Форесте как эффективно воевали против Тарканов То есть они разбирают Тарканов в ноль У Тарканов все-таки и ХП поменьше чуть-чуть У Тарканов все-таки и атака поменьше, и броня поменьше Так, ну и все-таки пишется GG Нет, какого Титана, е-мое Нет, не та игра Спейсмит, ошибся ты немножко Давайте посмотрим Счет у нас становится 3-1 И поехали Армейская статистика У нас 88 убита Вайпером 109 потеряна Хаосом Далее здание разрушено У нас 26 юнитов перевербовано Даут потерял 44 юнита Убил 78 Ну и к тому же здание еще К тому же вроде снес 15 аж Ничего себе он Таркановым там побегал По экономике Даут, конечно же, лидирует Просто шикарно Ну и слинг на Вайпера тоже мы видим, что Был довольно активный Также эпоха Империи у нас Эпоха Замка быстрее от Даут Он там действительно очень хорошо бумел И так, до конца игры Федальной эпохи Ну так он у нас и слинговал Все нормально Тихомир, так что здесь все логично как раз Ну и здесь тоже график Кремни смотрим Ну что же, выходим отсюда Буквально несколько мгновений Нам нужно сейчас отредактировать трансляцию Потому что дальше мы будем смотреть Сражение команды Надя с Бойс Ну вы, я думаю, догадываетесь уже Почему нам так интересно эта команда И, конечно же, вьетнамцев из клана Сидов Ну вот, давайте буквально пару мгновений И так далее